всем привет воскресенье вышел в этот раз вместо субботы были свои причины и так темы в ожидании но по крайней мере для меня что для меня интересного произошло и что произошло интересного на рынке на рынке продолжают отчитываться компании вернее практически уже все отчитались с той или иной степенью скажем скажем так ожиданий не все отчитались хорошо многие просили а некоторые даже читались хорошо и все равно просили об этом поговорим чуть попозже сейчас я хочу поговорить что у нас основного творится на рынке посмотри начнем с smp 500 пока что у нас все идет в рамках восходящего канала рынок правда колбасит потому что фрс никак не может определиться когда же ему все-таки поднять ставку потом непонятно все таки опять на сколько он ее будет принимать то ли на 025 то ли на 05 то ли это будет 6 повышений то 7 повышений уже говорят что будет 9 повышений но при всем прием при этом надо понимать что даже если они поднимут и на 1 процент при инфляции семь с половиной на сегодняшний день то все равно эффективная ставка останется отрицательная и сможет ли это как-то воздействовать на рынок я думаю что вряд ли как я уже не раз говорил что самое наверное будет страшное для рынка это когда начнут полностью останавливать печатный станок и изымать ликвидность с рынка вот тогда уже начнется настоящее падение сейчас же рынок в принципе как под колбасился в пределах там 12 процентов так принципе и продолжает ничего пока серьезного нету поэтому пока что я никаких таких действий не предпринимаю ничего не покупаю все таки немножко замер в ожидании посмотрим что будет в марте скорее всего первое повышение будет марте и скорее всего в марте все таки озвучит будут деньги выдергивается рынка или не будут пока что пока что ждем и наблюдаем последняя неделя закрылась в минусе но опять уперлась в канал пока даже не подошли 4 200 к уровню хотя если взять rsi то явно что мы еще не допадали то есть нам бы еще вот немножко вот сюда надо залезть естественно это может где-то 4000 приблизиться вопрос будет пробит этот канал или нет если будет то в принципе можем увидеть падение к 4000 можем даже падение увидеть и более глубже но это вряд ли скорее всего максимально мы просядем конечно до 4000 но опять же пока не понятно можем отсюда уйти опять как прогнозирует тот же goldman sachs там который правда сейчас по моему снизил свои ожидания до 4900 пунктов но пока посмотрим пока еще есть у нас уровень 4800 который тоже не был пробит пока что вот в рамках вот это вот канал и следим следим смотрим что будет что из интересного отчиталась компания нвидея сейчас секунду так и видим казалось бы у компании отчет получился на славу прогнозы аналитиков компании превысила продажи видеокарт растут доходы от дата центров тоже увеличивается ведь теперь все все помешались на метавселенных так что спрос на вычислительной мощности nvidia точно гарантированно а компания активно развивает направление искусственного интеллекта недавно было объявлено о сотрудничестве с фейсбук сметой в создании нового суперкомпьютера но при всем при этом nvidia сначала которая как бы отпрыгнула неплохо концу недели начала активно падать с чем это связано связано это с тем что все таки сделка с arm не подтвердилась покупки не будет рынок это очень сильно инвесторов расстроила и опять же повторюсь если еще так как еще глобальной коррекции не было то будем смотреть что будет дальше с этой компании я ее рассматриваю пока покупки у меня ее нет портфеля я за активно слежу опять же посмотрим что может быть либо пробой и где-то к уровням там 200 206 может быть более глубокая коррекция коррекция кстати некоторые аналитики предполагает что такое снижение но если опять же будет глобальное снижение по рынку то можем и уровне достигнуть и в 150 долларов но в принципе для долгосрочного инвестирования опять же можно покупать и здесь конечно но я говорю я сейчас в ожидании жду более глубокой коррекции оттуда уже там будем принимать решение опять же если смотрим на версии то тоже как бы видно что не допадал и вопрос куда здесь будет падать и где отразиться на графике уже будем смотреть посмотрим что из этого выйдет ну и на фоне того что упал s&p соответственно упал и китай при всем при том что вроде бы как бы и ликвидность потихонечку начинает вливать но все-таки так как падает американский рынок то соответственно падает и китайский которые которые в начале недели тоже очень хорошо стрельнул опять подпрыгнул почти к 40 долларам ну в конце недели все практически отыграл и которые в неделю мы находимся уже в боковике будет ли это накоплением и с последующим выходом каким-то уровнем ну хотя бы к уровню 50 можно смотреть либо это будет наоборот пробой и движение еще куда-то ниже что тоже кстати возможно возможно по rc и в принципе как бы мы на очередном дне возможно может быть опять отыграем к уровню там 30 и дальше уже куда-то опять к 40 а дальше дальше вопрос дальше вопрос неизвестность будем смотреть на этом фоне значит и опять же выходят хорошие новости и по байду и по алибабе что касается байду байду запускает сервис роботакси аполло гоу в центр городе шэньчжэнь сервисная платформа байду аполло гоу запустила пробную эксплуатацию в районе наньчжэнь в шэньчжэнь джэнь предоставляя автономные услуги роботакси пассажирам в шэньчжэнь запуск услуг 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 роботакси от байду должен способствовать дальнейшему развитию автономного вождения в шэньчжэнь и укреплению разработки местных интеллектуальных подключенных транспортных средств то есть байду продолжает свое движение к автопилотированию то опять же должно способствовать казалось бы опять бы росту но так как весь рынок падает и китайские находятся в боковике то соответственно акции компании тоже так же находятся в боковике вот в этого канала из которого мы никак не выйдем то же самое то есть простите это алибаба блин вот перепутал немножко ну в принципе все это и алибабы и байду касается все одинаково вот где-то болтаемся в середине и куда рванем непонятно можем и вверх можем и вниз все будет зависеть от китайского регулятора который кстати сейчас пытается потихонечку вливать ликвидности но пока это ликвидности скажем не оказывает такого сильного влияния на рынок чтобы толкнуть его куда-то вверх посмотрим посмотрим поэтому как я уже говорил что я сейчас наблюдаю смотрим никуда не дергаюсь жду каких-то движений там уже будем смотреть вот что касается алибабы все-таки аж перепутал график был алибабовский вот уж извиняюсь алибаба в принципе тоже не стоит на месте и в данном случае вот алибаба заявила о запуске модели прямой онлайн розничной торговли в дополнение к платформам таобао и тмэйл на фоне усиления конкуренции и слабых потребительских расходов то есть выходит немножко на принципиально новый уровень он пытается развиваться то опять же из этого получится кстати по моему алибаба если мне помню изменяет где-то назначила отчет над на 24 февраля и вот посмотрим чем этот отчет что нам этот отчет покажет посмотрим уже что будут предпринимать инвесторы на фоне этого отчета поэтому пока пока вот эти неопределенности пока не знаю не знаю что касается моей спекуляции сейчас секундочку хотелось бы посмотреть так Клинерспарк откроем сейчас Клинспарк так компания Клинспарк как я уже говорил она занимается майнингом биткоина у нее своя ферма своя электростанция поэтому ей немножко проще майнить все это дело практически сама работает на себя был неплохой скачок к уровню там 11 с небольшим долларов по RCI компания движется вверх и скорее всего я думаю она продолжит движение вверх моя цель 13 долларов если до этой цели компания доходит я от этих акций избавлюсь я их продам в принципе профит получится 50% вполне себе неплохо это что касается спекуляций также жду наверное уже правда ближе к весне если там фрс ничего не испортит по ftc solar это солнечники как раз там уже потеплеет солнышко выйдет и будем надеяться что у людей возникнет опять спрос на солнечные приборы и прочее прочее тем более сейчас вот тоже будем надеяться что происходит некоторое накопление причем очень такое четкое ярко выраженное и тут уже вопрос опять же куда вниз или вверх я все-таки думаю что опять же мы не знаем что было вот здесь вот что было здесь мы не знаем но rsi вроде как бы потихонечку разворачивается и будем надеяться что все-таки развернется вверх наблюдаю здесь цели стоят пока не определенные но наверное думаю в пределах так вот 10-11 долларов и там уже будем смотреть и принимать какие-то решения аналитики дают рост до 163 процента ну посмотрим посмотрим пока не будем загадывать ну наверное вот на сегодня это все всем удачных инвестиций пока